Привет, привет, привет. Немножко Михас хочу вам, ребят, показать сейчас. То есть я не знаю, сколько будет человек в эфире и буду ли я перископить сейчас именно в Перископе или, может быть, в Фейсбуке. Еще не решила. Сегодня пятница, подведение итогов недели. Я решила сделать его в Михасе. Потому что это потрясающий город. Он входит в... ЮНЕСКО его сделало, да, его как ввело в список городов. Как это называется, господи, архитектурная достопримечательность Испании. Вот буду искать интернет-кафе, ну или какой-то ресторанчик, где есть это интернет-кафе, чтобы меньше трафик, да, то есть чтобы лучше картинка была. Кстати, поставьте, насколько хорошо картинка берет. Привет, Сергея. Сергеем всем привет. Обожаю это имя. У меня брат Сергей. И, видите, не показываю вам себя. Я просто так, как я еду по городку, поэтому я буду сейчас парковку искать. О-ля-ля, они закрыли въезд в центр. Вот зараза. Ну ладно, будет так, как будет. Видите, море впереди, там внизу. Михос находится высоко в горах, а я еду по левой стороне. Вообще крутая тетка, девочка. Ой-ой-ой. Так как Михос все-таки это достопримечательность такая. О-о, вон туристы, у нас тут японцев полно. Не ожидала, хотела вам центр показать, хотела покрутиться по центру. То есть у меня была идея. А мы сейчас попробуем выехать с этой стороны. Сейчас посмотрим, есть ли такая возможность. А, вроде как есть, да. Народ едет оттуда, попробуем. То есть вот эта центральная парковка большая. Пробки, это не пробки, это закрыт въезд в центр. Какие это же... Это, знаете, город-музей, абсолютный город-музей. Если вы бывали в Испании, знаете, что есть вот такие города-музеи. Там Фигейрас типа. То есть когда... А Михос он весь. Вот он прям город-музей. Я сейчас по нему прокачусь. Просто посмотрю, что здесь творится. Насколько здесь сегодня много туристов у нас. Ну и у вас будет возможной, знаете, такая экскурсия. Садитесь ко мне в машину все, куда можете. А, вон стройка на центральной площади. Просто стройка. Я в свое время, когда училась в Малаге в университете, я возила экскурсии частные. То есть... Ой-ой-ой. По-моему, здесь сегодня рынок. Поэтому здесь все вот так перекрыто. Пятница. Первый раз я в пятницу и в это время. Хотя в два часа должно быть все... А, нет, 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 нет. Я ошиблась. Но все равно центр закрыли. Знаки повесили. Раньше этих знаков не было. Поэтому чуть-чуть, ребят, извините, что вот так. Ну, покрутим как можем. То есть куда смогу проехать, туда и смогу. Потому что есть одна парковочка здесь за центром. Встать здесь вообще никогда нереально. Ну, вот здесь. Потому что и автобусы, и машины, и куча туристов. Но вы сейчас имеете такую возможность. Круто увидеть. Смотрите, ну, то есть вот увидите. Смотри, все закрыли. Ну и что нам делать, если бы все тут поназакрывали? Враги. Враги коробчиковые. Не, ну реально, что сделали-то? Вообще круг какой-то. По идее мы должны поехать... Сейчас я вам покажу, так развернусь. По идее мы должны поехать вот сюда. Да, вот в эту сторону прямо. Ну вот висит этот знак. Кирпич повесили. Поэтому мы не можем. Осла, видите? Если... Сейчас осла вам покажу. Короче, крутанусь. Полиции никакой нет. Вот это ослиное такси. То есть здесь у ослов на голове есть таблички. Сейчас. Выглядит это, конечно, смешно. Знаете, когда блондинки на машинах крутятся по пятачку? Обложили этими. Обложили кругом. Красными. Как эти знаки называются? Проезд запрещен. И обложили. Я на трех метрах, короче, тут кручусь. Народ угорает. Ладно. Ну, я припаркуюсь, значит, в парковочке. А потом пойду искать. Вот тут вот. Может быть, на террасу сяду, по Перископлю. Конечно, здесь бегали с Хашем, но было бы по-другому. Чуть-чуть. Ну да, наверное, я даже не мечтала, что мы Михас увидим с этой стороны. Вот, ребят, смотрите. Вот такой вот он беленький. Михас типичный белый ангалусийский город. Так, ну, отлично. Море туристов. Мы наверх, нам в центр. Ищем парковку. И потом я уже сяду и буду подводить итоги недели. Так, солида там, значит, здесь поехали. Русская радио. А у нас Русская радио. Прикольно про снег, да, песни? Снег белый-белый, а у нас везде белые. Потом, когда буду выкладывать видео, звук уберу. Наглядно будет музыка и будет картинка. Тоже неплохо. О, мы в центре. Вот это то, куда я хотела приехать. По-другой, правда, улица. Сейчас посмотрим, наверх есть подъем. Было бы здорово, если бы они здесь не перекрыли. Хорошо. Оп-оп-оп. Арена для боя быков. И вот туристы. И вот такие узкие улицы. И плюс еще туристы. И с ума можно сойти дети. Вот как хочешь, так и едь. Просто сам. Вот это вот центральная здесь церковь. Я вообще не по встречке. Вполне могу по встречке. Так как это не все знают, да, скорее всего, я по встречке еду. Вот это мой любимый, вот эта вот любимая моя смотровая была. О, смотрите, парковка. Я же говорила, не все знают, не все до сюда доехали. Ура, мы победители. Ла-ла-ла-ла-ла, нам очень круто повезло. Почему повезло? Потому что, а, парковка бесплатная, Б, потому что это самый-самый центр. С, потому что здесь потрясающий вид. И это моя любимая смотровая вообще. И отсюда до любого кафе и ресторана рукой подать. То есть, просто онлайн работа, это такая, блин, работа, когда ты дома сидишь. И как бы все делаешь, а обратки нет. И очень, очень скучно. Поэтому я решила по пятницам выходить в разные исторические вот такие центры. Смотри, смотри, круто, да? Вот. И это вот этот вот самый Михас, если ты не сначала подключился. Это мое любимое место. Я много-много отсюда снимала всего. Ты видишь, две парковки, причем в это время, и мы как раз тут встали. Это вот эта вот церковь центральная. Здесь были найдены фрески в 21 веке. И, опять же, повторюсь, что я возила экскурсии частные, поэтому знаю много такой информации, о которой гиды не рассказывают. Что всю жизнь, ну, как бы, пока училась, возила частные экскурсии. А частные, они требуют больше подготовки, потому что разные у тебя семьи, разные ситуации, то есть и по-разному работаешь. Чувствуется, да? Ну вот, вот такая вот красота, вот такой вот Михас. Я хочу сесть вот в тот ресторанчик, видишь, где флаги, вот белые, вот где зеленая крыша, потому что я вижу, что там есть места, а там места есть. Я очень надеюсь, что там есть Wi-Fi. Выбираться по пятницам, это... Да, во-первых, спасибо огромное. Смотри, я, во-первых, могу подвести итоги, потому что очень много было за неделю сделано, потому что я сейчас веду два курса. Очень много идей было получено. И, опять же, когда я работаю со студентами, с людьми, которые действительно по-настоящему выбирают себе квартиры, делают ошибки, да, при выборе, то есть мы же их обсуждаем, и это наталкивает на новые мысли, дает новые идеи. Поэтому очень хотелось бы поделиться, да, и опять же еще раз подсказать, что готовиться к покупке надо. То есть я не обучаю покупать, я действительно готовлю людей к правильной покупке. И, ну вот, хочется какие-то итоги подвести. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео в описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok